Всем привет, друзья! Недавно в ТикТоке разлетелся вот такой вот тренд. Получается, что в Антрактиде начинают расти цветы. Ну и все создали вот такой вот тренд по поводу того, чтобы все обратили внимание Антрактиду и какая жесть там происходит, и вообще, к какому кризису, каким проблемам это ведет всю планету. Сейчас я вам расскажу быстренько статью, которую прочитал в интернете, которая вышла буквально недавно, потому что эта фотография вышла буквально сутки назад. И про нее стали все активно говорить и активно форсить. Ну и потом выскажу свое личное мнение после того, что я прочитал на десятках форумов про данную ситуацию. Как говорят, что в Антрактиде начали расти очень активно цветные растения. И в последние годы они распространились так, что просто нельзя отличить от нашей земли и какая земля в Антрактиде. Как говорят исследователи, с 2009 года по 2024 год растительность в Антрактиде увеличилась в 3-4 раза больше, чем за последние 50 лет. То есть вы понимаете разницу. За 15 лет выросло в 3 раза больше растений, чем за прошлые 50 лет. Как они говорят, это может стать настоящей катастрофой для всего мира. Потому что на соседних островах возле Антрактиды поднялась температура на целых 4 градуса. А это означает то, что возможно через 15-20 лет Антрактида может полностью затопиться и подняться большой уровень воды. Из-за чего получается половину планеты может затопить. Также как говорят, что через лет 30 могут все климаты смешаться. То есть зима, весна, лето, осень не будут иметь никакого смысла. Потому что все климаты смешаются. И например зимой будет там до 10 градусов тепла, а летом до 40 градусов тепла. Из-за чего получается может все потаять. Вся планета потает и будет получаться в теплом климате. Из-за чего все вирусы, все болезни вылезут наружу. Которые сохранялись в 100 миллионов лет или же более. Или просто там, где просто нельзя было это достать из-за того, что оно было заморожено. Как говорят, что даже на Антрактиде больше всего вирусов, чем на всей планете. Если она потает, то это все вылезет на нас. И это все приведет к большой катастрофе. Из-за этого разлетелся такой большой тренд в ТикТоке, чтобы все обратили на это внимание. Звучит как полная жесть. А теперь я расскажу вам свое мнение, потому что я прочитал про эту ситуацию в более 10 форумах. Именно из-за этой фотографии, которая так активно расфорсилась. Что я могу сказать, это полный пиздец. Потому что для нас возможно это нормально, а на следующие 20-30 лет ничего такого глобального не произойдет. И возможно мы будем жить как и жили раньше. То есть это на нас никак не повлияет. Даже если Антарктида начнет как-то таять. Для нас, для Европы это никак не повлияет и ничего даже не поменяется. Мы просто будем видеть как новости, как Антарктида тает и поднимается уровень воды. И как-то меняется там в нескольких градусах температура. И на нас это никак не повлияет. Но через лет 50 мы это точно почувствуем. Потому что мы сможем забыть про нормальную зиму. И очень появится новых вирусов и болезней. С которыми возможно человечество не справится. И вообще эти все болячки и новые вирусы человека убьют. То есть всех людей на планете. Но также есть другое мнение про эту ситуацию. Потому что если бы все было настолько плохо, как звучит. То все стороны мира бы закончили, например, с теми же войнами. И именно занялись бы этой проблемой. По устранению проблемы с Антарктидой. Из-за того, что она получается тает. Но, как мы видим, менее активно занимается. И это просто на ушах. Стоит на ушах то, что Антарктида тает. И просто люди для этого ничего не делают. Если нам будет какой-то пиздец. Или вообще всему миру будет грозить всемирная опасность. Уровня, что вылезут новые вирусы и болезни. Которые могут в моменте за один десяток лет убить человека. То все бы проблемы пропали. И весь мир был бы сосредоточен именно только на этом. А так что, друзья, первые 20-30 лет можете точно не переживать. Потому что это точно вас не коснется. Ну, именно только проблема с Антарктидой. Возможно, вылезет что-то другое. Поэтому не верьте всяким трендам в ТикТоке. Живите моментом и все будет хорошо. Настраивайтесь только на хорошее. А на этом все, друзья. Подписывайтесь на канал. Ставьте лайки. Всем удачи. И пока. Субтитры сделал DimaTorzok